Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я читаю увлекательнейшую книгу. И это не сборник анекдотов. Отнюдь нет. Выдержками из этой книги я хочу поделиться с вами. Вы скоро поймёте, мои дорогие, почему. Итак, это книга «Домоводство. В 50-х годах, а если быть более точной, то 1959 год. Стоило она тогда 15 рублей и 10 копеек, и это издание было очень актуально. Позвольте зачитать вам некоторые фрагменты из этой очень обширной книги. Чистка обоев, например. Чистить загрязнённые места на обоях нужно мякишем чёрного или белого хлеба. Для удаления жировых пятен их засыпают порошком мела или жжёной магнезии. Можно также наложить пасту из мела с бензином. Через несколько дней порошок или пасту удаляют. Загрязнённый линолеум промывают раствором хорошего мыла. Моют быстро, не давая мылу высохнуть во избежание порчи. Для придания блеска линолеум протирают тряпкой. Пропитанные смесью воска одна часть и скипидара три части. Сначала воск расплавливают, затем добавляют в него скипидар. Для усиления блеска можно добавить одну часть масляного лака. Хрустальную посуду лучше не мыть, а хорошо протирать её подсиненным крахмалом, вытерев затем насухо шерстяной тряпкой. Осадок на стенках и на дне графинов и цветочных паз нужно отмывать уксусом, смешанным с поваренным солью и нанесённой на ветоши. Правда же сложно себе представить современную хозяйку, которая будет тереть обои мягеньшим хлебом и готовить порошок из мела и жжёной магнезии. Нас учат, как мыть деревянные полы. Сильно загрязнённые деревянные полы сначала тщательно протирают мокрой жёсткой щёткой или мокрой тряпкой из мешковины смесью из трёх частей песка и одной части свежегошённой извести, а затем смывают водой. Если на полу останутся всё же пятна, нужно наложить сырую белую или серую глину на ночь, а утром смыть её. Оконное стекло нужно мыть водой, добавив туда нашатырного спирта 1 столовая ложка на литр воды. Вымыв стекло, вытрите его насухо тряпкой или мягкой бумагой, лучше газетной. Можно также намазать стекло порошком мела, смешанным с водой. Когда мел подсохнет, его стирают мягкой бумагой. Вы знаете, вот такой способ мытья оконных стёкл даже я застала. Но дефицит тогда был стеклоочистителей. В общем-то, сложно было купить эту жидкость, поэтому да, вот примерно так и делали. Я и так помню, а вы... Ну вот, например, нас учат ухаживать за волосами. Причём правильный уход за волосами заключается в следующем. Вначале нужно смягчить воду, добавив в неё нашатырный спирт. 1-2 чайной ложки спирта на литр воды, или буру, или питьевую соду. 1 чайная ложка на литр воды. Хорошо мыть голову дождевой или снеговой водой. Для мытья волос с нормальной жирностью можно употреблять туалетное мыло, а также семейное, банное, яичное, детское. За сутки до мытья полезно втирать в кожу жиры. Можно пользоваться следующей смесью. 40 граммов касторового масла, 60 граммов вазелинового масла, 4-5 граммов керосина. Вы не ослышались, именно керосин. Перед мытьём, чтобы удалить оставшиеся чешуйки, перхоть, следует прочесать волосы гребнем, между зубцами которого проложена вата. Волосы следует мыть не чаще одного раза в 3-4 недели. А вы всё ещё моете волосы каждый день? Вместо мыла лучше употреблять кислое молоко. Для этой цели волосы и кожу головы обильно смазывают кислым молоком, или простоквашей. Через 5-10 минут их тщательно промывают тёплой водой. Здесь очень большой раздел по уходу за волосами разных типов. Вы знаете, я, пожалуй, не буду читать дальше. Вам всё ещё кажется это анекдотом? Нет, это анекдот. Это книга «Домоводство, 59-й год». И она была, повторяюсь, актуальной для наших бабушек и прабабушек. Но времена были такие. Не было этого изобилия шампуней, не было этого изобилия моющих средств. Чтобы вывести жирное пятно на ковре, нужно протереть его крупными древесными опилками, смоченными в бензине. А затем на некоторое время присыпать ими пятно. Застарелые чернильные пятна можно вывести уксусной кислотой или денатурированным спиртом. Несильно загрязнённые ковры можно чистить мелкой, сухой столовой солью. Ковёр расстилают на полу, насыпают на него соль и затем равномерно сметают её влажным веником или щёткой. После чистки остатки соли из ковра удаляют выбивалкой. Вместо столовой соли хорошо использовать чистые, сухие древесные опилки, крупные отруби или порошок из размолотой пемзы. Вытертые или повреждённые места на ковре можно восстановить следующим образом. Из шерстяной ткани или моткат шерсти, близкого подсвету и рисунку ковра, ножницами настригают мелкий вурс, затем тонкой кистью или на вытертое место в соответствии с контурами рисунка ковра наносят небольшое количество клея БФ-2. Это место густо засыпают приготовленным вурсом. И, вы знаете, и так далее. Правда же, сейчас это читается как анекдот. Во времена пылесоса всевозможных моющих с циклонным фильтром, с водным фильтром, со всевозможным количеством бытовой химии, с отстиральными автоматами, с сушильными машинами, с посудомоечными машинами. А теперь я вам хочу прочесть завершающую часть того, что я вам хотела показать из этой книги. Это стирка шерстяных и полушерстяных трикотажных изделий. И, позвольте, я вам зачитаю отсюда несколько вытушек. Белый и окрашенный в светлый тона шерстяные и полушерстяные трикотажные изделия нельзя стирать с содой и щелочной мылой. Ну, нам это и в голову с вами не придет, да? Так как даже при незначительном количестве щелочи шерсть свойлочивается, желтеет, становится жесткой, хрупкой и быстрее изнашивается. Кипящая вода также разрушает шерсть и портит ее окраску. Но никто из нас кипящую воду, понятно, не догадается, да, опустить шерстяное вязанное изделие. Нельзя шерстяные и полушерстяные трикотажные изделия при стирке сильно тереть, скручивать. От этого они садятся, сволочиваются и теряют свою первоначальную форму. Вязаную вещь нужно слегка отжимать в руках. Для стирки шерстяных и полушерстяных трикотажных изделий рекомендуется применять мыльные стружки из мыла хорошего качества. Шерстяной трикотаж стирают в тазике в обильной мыльной пене при температуре не выше 40-45 градусов. Для умягчения воды применяется нашатырный спирт. Три столовые ложки на ведро воды. Сильно загрязненный трикотаж предварительно замачивают в растворе 30 граммов мыла или порошка новость на ведро теплой умягченной воды. Изделия оставляют в таком растворе при очень сильном загрязнении на 3-4 часа. Окрашенные трикотажные шерстяные изделия обычно стирают без предварительной замочки. Всего такое было. Для стирки плотных трикотажных изделий можно применять водный настой горчицы. На ведро воды берут 100-150 граммов сухой горчицы, которую затирают в тесто, кладут в марливый мешочек и размешивают в горячей воде. После охлаждения до 40-45 градусов жидкость сливают в корыто и используют для стирки. Выстиранные изделия прополаскивают в теплой, а затем в холодной воде. Таким же методом можно стирать и окрашенные трикотажные изделия. Хорошие результаты дают стирка шерстяных трикотажных изделий, как цветных, так и не окрашенных, в отваре белой фасоли. Для этого разваривают 1 кг фасоли в 5 литрах воды. Полученный отвар процеживают через полотно и при температуре 40 градусов стирают в нем изделия, после чего промывают в теплой воде, отжимают и сушат. Выстиранные вещи нужно несколько раз прополоскать в теплой воде и отжимать, не выкручивая, а затем на несколько минут туго закатать в мохнатое полотенце, после чего, хорошо расправив и придав вещи нужную форму, разложить ее на мягкой ткани для просушки. Места, связанные в резинку, не следует растягивать. Вязанный платок после стирки нужно растянуть на раме или положить на разословную мягкую ткань и, аккуратно вытянув зубцы, наколоть их нержавеющими булавками. Гладить шерстяные вещи нужно через мокрую ткань. Понимаете, это писали для наших бабушек во времена, когда были чугунные утюги и не было даже еще электрических. Это писали для наших бабушек во времена, когда стиральный автомат казался более чем фантастикой, потому что даже в самых смелых мечтах наши бабушки не могли себе представить, что будет стоять такое чудо с различными режимами и стирать вещи. И тем более не могли себе представить, что будет стоять чудо, которое будет мыть посуду. И вы знаете, дорогие, вот кому то, что я только что зачитала, кажется анекдотом, мне хочется задать вам вопрос, а почему вам не кажется анекдотом, когда вам говорят о том, что связанный образец должен полежать в отлежке. Слово-то какое, да, отлежка? Несколько часов. И вы знаете, мне... Я вяжу более 30 лет. И, конечно же, 30 лет назад мы с мамой тоже так гладили трикотажные изделия. Кусок мокрой марли накладывали. Но это было потому, что теми утюгами, которые были на то время, действительно опасно было гладить. Можно было просто оставить дырку. Но сейчас в мире, в котором правят паровые утюги, паровые станции, почему вам сейчас не кажется смешным? Вот точно так же, как в натирании крахмалом, хрустальных бокалов и чистке ковра опилками и солью, почему вам не кажется сейчас смешным? Отлежка изделий, заматывание вязаных изделий в полотенце, в тряпочки и раскладывая их на полу. Почему вам не кажется смешным наматывание на скалку? Вы знаете, я недавно у одного блогера услышала советы по уходу за трикотажными изделиями в ЭТО и как нужно подготовить детали к последующей сборке. Автор советовала наматывать на скалку. Из ее слов у нее множество скалок различных размеров для разных деталей. Почему вам это не кажется смешным? Почему вам не кажется смешным? Отлежка полотна. Я когда это слышу, мне каждый раз хочется задать автору вопрос. А что должно с ним случиться? Вы знаете, я очень много вяжу. Я вяжу постоянно. Вот мое последнее платье с огромной, объемной, ажурной юбкой. Которая, кстати, уже и в ЭТО побывала, и постиралась, и высушилась в стиральном автомате. И при этом его размеры остались абсолютно прежними. Несмотря на то, что это стопроцентное мереносовое шурс. И мои ученики знают, что я отпариваю изделие сразу же, как только деталь готова. Вы знаете, все эти советы по поводу наколоть деталь на выкройку, увлажнить, наколоть деталь на выкройку, хороши тогда, когда, например, для начинающих, которые не умеют делать расчет изделий, не умеют делать образец, ни ручной, ни машинной. Ну, связали деталь, ошиблись с выкройкой. Совет. Намочите, растяните, наколите. Да, таким образом можно придать детали нужную форму. Но, я вас уверяю, после первой же стирки эта деталь, если вы не собираетесь каждый раз ее накалывать на форму, приобретет тот самый неправильный вид. Это бывает, когда начинающий мастер не умеет определить, какая же плотность нужна при вязании этой пряжи, и вяжет, например, слишком рыхлую деталь. Но эта деталь растянется все равно. Если деталь связана слишком рыхло, она в любом случае растянется потом. Вы себе можете представить любое производство, в котором отмачивают, накалывают, и дают отлеживаться, и наматывают на скалки изделия. Я ни на чем абсолютно не настаиваю. Я вам хочу рассказать о том, как я ухаживаю за своими трикотажными изделиями. А у меня их большая часть моего гардероба. И так как у меня не настолько большая квартира, и большинство моих вязаных изделий белые, либо светлые, и стираются они часто и регулярно, мне даже страшно себе представить, во что бы было превращено мое жилище, если бы после каждой стирки я отмачивала в тазике, а потом раскладывала на ровных поверхностях. Да у меня поверхностей столько в квартире нет. Итак, давайте пройдем, и я с удовольствием покажу вам, как я ухаживаю за своими трикотажными изделиями. Ну что ж, дорогие друзья, слава Богу, мы не живем в 50-е. И огромное спасибо всем тем, кто двигали прогресс, и в отличие от наших бабушек и прабабушек наша жизнь стала легче. Я занятая женщина, как и все вы, современные женщины. Я ничем не отличаюсь от вас. И у меня абсолютно постоянно дефицит времени, как у всех вас, мои дорогие. Итак, для стирки шерстяных изделий, шелковых, хлопковых, абсолютно любых казанных, я покупаю вот такие порошки. Бош Бальзам. Очень люблю эту фирму Фрош и покупаю бальзам для стирки шерстяных и нежных тканей. С удовольствием покупаю ласку для шерсти и шелка. Хочу обратить ваше внимание на то, что эти уважаемые производители, а это очень хорошая немецкая марка, предлагают этот бальзам для стирки для стирального автомата. Стоят обозначения, как использовать этот бальзам в стиральном автомате. Производители стиральных машин позаботились о том, чтобы в стиральной машине был режим шерсти, был режим ручной стирки. У некоторых производителей этот режим называется деликат или режим для стирки шерсти и шелка. И я чаще всего настираю шерстяные изделия в режиме шерсти. Режим шерсти нам предлагает 40 градусов стирки, 3 полоскания и 800 оборотов отжима. Это идеальный отжим для того, чтобы с вашего изделия не текла вода, что предотвращает его растягивание. И более бережные обороты. Режим ручной стирки. Вообще это 30 градусов. 2 полоскания и 400 оборотов при отжиме. Итак, стираю я только в стиральной машине. Я аллергик. Я вообще не соприкасаюсь ни с какой бытовой химией. И я просто бы не вязала и не носила бы изделия, которые нужно замачивать в каких-то там тазиках и потом отжимать в каких-то там полотенцах. У меня на это нет ни времени, ни желания, ни сил. Итак, дорогие мои друзья, далее мы перешли с вами к сушильной машине. У меня в доме нет балконов и у меня нет пространства, где бы я занималась раскладыванием в горизонтальном положении изделий. Как раз досушился мой кардиган, который я очень люблю. Вы этот кардиган уже видели. Это кардиган роскошь. И вот он у меня досушился в стиральном автомате. Как видите, я его не отпаривала. Молния как была на месте, так и осталась на месте. Он стал только еще более мягким. И стираю его, кстати, очень часто, потому что вы видите, он практически белого. Он белого молочного цвета. Я его очень люблю и с удовольствием ношу его дома, потому что он очень мягкий, очень комфортный. И я его очень часто стираю и, естественно, сушу. И хочу вам показать, как был у него идеальный вид. Вот так и есть. И у современных сушильных машин тоже существуют различные режимы. И я сушу свои вязаные изделия в режиме деликатной сушки. Изделие в итоге становится мягким, пушистым. Если бы я экономила кошинер, из которого выполнено это изделие, и вязала бы его рыхло, конечно бы это изделие село. При стирке и растянулось бы при носке. Но я выбираю всегда оптимальную плотность, при котором изделие хорошо носится, носится годами, не деформируется, не растягивается и не садится. И так мой гардероб. Простите меня за экскурсию, это практически, он полностью, практически состоит из вязаных изделий. Абсолютно полностью они там лежат у меня в два слоя. И вы представляете, если бы мне нужно было их раскладывать. Здесь тоже практически все вязаные изделия. И там тоже вязаные изделия, только упакованные летние. И у моего сына тоже половина гардероба состоит из вязаных изделий. Как же я ухаживаю и что я делаю с деталями, которые я вяжу и которые находятся у меня в работе. Давайте пройдемте и посмотрим. Итак, дорогие друзья, как же я ухаживаю, что я делаю с образцами, которые я вяжу и с деталями, которые я вяжу. Я сейчас как раз записываю мастер-класс для группы двухконтурной вязальной машины. И вот образец. Ну, во-первых, это идеально подобранная плотность. Этот образец нигде не отлюживался. Я его связала буквально перед тем, как мы решили записать это видео. Плотность у этого образца такова, что растягиваться ему фактически некуда. Я не знаю, зачем ему отлюживаться и что с ним должно произойти. Это образец из кашемира. И вот я пользуюсь паровой станцией Бош. И я его просто отпариваю. При этом совершенно не обязательно его отпаривать с обеих сторон. Как видите, с ним ничего не произошло. Он не испортился. Как был в нем люрекс, так и остался. Также мое платье, длина этой юбки как была, так и осталась. Несмотря на то, что я связала ажурный образец, тут же его отпарила. Кстати, платье это двустороннее, его можно носить с обеих сторон. Тут же отпарила, соединила, соединила швы и готово. Кроме того, я уже успела его даже постирать и высушить. Вы знаете, мне иногда возникает ощущение, что когда вам дают такие советы, это для того, чтобы показать, насколько процесс вязания сложен. И я воспользуюсь таким сленговым словом, как заморочен. У меня очень часто было такое, что мне делают заказ вечером, просят заказ срочно. Я его обещаю на утро. И о каких сутках двое можно говорить о какой-то отлежке. Представьте себе брендовое производство. Да любую марку возьмите. Шанель, не дури. Вы можете себе представить, чтобы у них наматывали на скалке детали, отлеживали и складывали в пакетик. Я вам предлагаю использовать паровые утюги, паровые станции, современные стиральные автоматы с режимом шерсти, шелка и деликатных тканей или ручной стирки и современные сушильные машины с использованием режима деликатной сушки. Если же у вас пока нет такой машины, то когда у меня ее не было, свои изделия после стирки я сушила просто на плечиках или на манекене. Я все-таки за то, чтобы пользоваться прогрессом и благом цивилизации. Потому что действительно цивилизация и прогресс не стоят на месте. Современные косметические фирмы, современные фармацевтические фирмы бьются и ежедневно разрабатывают средства по уходу за волосами, средства по уходу за кожей, чтобы вашей коже максимально продлить молодости. Ведь согласитесь, что было в нашем представлении еще буквально еще 30 лет назад, когда мы слышали бабушку, мы представляли себе старушку с палочкой в платочке. И посмотрите сейчас на современных бабушек, которые бабушка только номинально, потому что у них есть внуки. Разве можно назвать этих красивых современных женщин, сидящими за рулем собственных автомобилей, ездящих на курорты? Разве можно их представить себе в виде вот той самой бабушки, которую мы представляли себе, читая детские сказки еще 30 лет назад? Так почему мы по сей день слушаем советы и используем методы, которыми пользовались наши бабушки 60, 70 и больше лет назад? они пользовались этими методами вынужденно. Не было всего этого изобилия, не было всего этого многообразия. Так зачем же современные женщины, имеющие в своей квартире, доме современные стиральные автоматы, современную сушильную машину, паровую станцию или паровой утюг? Милые мои, зачем им эти тряпочки, марлечки? Разве не стремимся мы сделать наш дом красивым и уютным? Я не знаю, возможно, мое представление отличается от вашего о красивом и уютном доме. Итак, дорогие мои, давайте отпарим какое-нибудь тригодожное изделие. Никаких тряпочек, никаких марлечек. Мы берем утюг от паровой станции и, вы знаете, еще хочу обратить ваше внимание на резинку. Очень часто у многих блогеров я слышала о том, что не отпаривайте резинки. В данном изделии у меня резинка носит совершенно декоративный характер. И данное изделие было бы просто уродливым, если бы резинка стягивала низ. Так вот, резинка здесь исключительно как декоративный элемент. И, конечно же, я ее отпариваю. Это не значит, что я ее растягиваю. Я ее отпариваю, потому что суть этой резинки именно как декоративное оформление низа и не более того. И ничего абсолютно с ней не происходит. Опять же, жилет этот светлый, стирался он уже множество раз. точно точно так же я отпариваю косы. И вы видите, от этого плоской она не стала. И это за счет исключительно плотности изделия. Потому что, опять же, если бы я вязала рыхлое полотно, конечно, отпаривание и этого рисунка сделало бы его плоским. И отпаривание косы сделало бы плоской. Что касается резинки по уровню проймы. Я ее точно так же отпариваю. и хочу заметить, отпаривание это не значит растягивание. Это абсолютно два разных понятия. Одно дело, когда мы хотим растянуть, и другое дело, когда мы отпариваем для того, чтобы придать этому эстетичный вид. то есть, что такое процесс отпаривания? Это когда мы не давим утюгом, как если бы мы с вами гладили хлопчатобумажную или льняную ткань. Хотя, кстати, с летним трикотажем, связанным из льна и хлопка, я очень часто поступаю именно так. Я не просто отглаживаю эту пару. Что касается кашемировых и шерстяных изделий, я их именно отпариваю, едва касаясь подошвы оттуда. Поэтому, дорогие друзья, что же вам выбрать? мокрые тряпочки, целлофановые пакетики и накалывание булавками на выкройке или паровую станцию и стиральный автомат выбирать вам. Ну, а я с вами на сегодня прощаюсь. И это не были анекдоты, это была книга домоводства 59-го года. на сегодняшний раме домоводства